Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты. И я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Проверят каждый сантиметр. На майские праздники в Самаре усилят меры безопасности. Готовность по всем фронтам. Спасатели проводят учения в преддверии паводка и летних пожаров. От вагона до перона Кубшская железная дорога презентует новый музей. Да будет свет! В Самаре открылась выставка, посвященная электрификации страны. Это вам не мяч гонять. Футболисты крыльев советов тоже выйдут на субботник. На майские праздники площадь Куйбышева будет подать усиленной охраной, повышенное внимание к безопасности всех улиц и дворов. Спокойствие горожан будут обеспечивать не только силовики, но и муниципальные сотрудники. А водителям и кондукторам автобусов, троллейбусов и трамваев предстоит пройти тренировки вместе с полицией, чтобы знать, как действовать, если случится ЧП. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии в городской администрации. Марина Кравцова с деталями. Даже в праздники расслабляться не приходится. Наоборот, внимание к безопасности повышено. Посты охраны усилены в школах и детских садах, домах культуры. Подготовились и на крупных промышленных предприятиях. На заседании антитеррористической комиссии в администрации города представители заводов и теплооснабжающих предприятий. Доложили, усилен пропускной режим. Дополнительно проинструктировали сотрудников. Особое внимание к безопасности на площади Куйбышева. Здесь будут усиленные наряды полиции. Но проявить бдительность поручено и представителям МП-благоустройства, которые будут наводить порядок. Под присмотром должен быть каждый сантиметр, в том числе конструкции и архитектурные элементы. А на транспортных предприятиях в ближайшие дни проведут тренировки. Водители и кондукторы будут отрабатывать действия при чрезвычайных ситуациях. Повышены меры безопасности и в метро. Метрополитен оснащен комплексной системой безопасности, включающей систему охранно-пожарной сигнализации, систему охранного телевидения, систему управления контролем доступа и мобильной радиосвязи. Охрана общественного порядка и безопасности станций метрополитена возложена на сотрудников отдела полиции на метрополитене. Наряды полиции, несущие службу на станциях метро, экипированы спецсредствами. Усиленный контроль не только на центральных улицах и транспорте. Все проверяют каждый чердак и подвал в жилых домах. Активно задействовали в этой работе управляющие компании ИТСЖ. Глава Самары Олег Фурцев рекомендовал к проверке на безопасность дворов и домов подключить управляющих микрорайонами и общественников. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Сегодня по всей стране начались крупномасштабные учения МЧС. Так, спасатели отрабатывают действия во время паводка и природных пожаров. В Самарской области в учениях примут участие более 22 тысяч человек. Все подразделения уже перевели в режим повышенной готовности. Развернут оперативный штаб, который контролирует все действия и поддерживает связь с вышестоящими структурами. Штаб входит в представители гидромедцентра, нацгвардии, МВД, Минздрава, Минобороны, Министерство лесного хозяйства. Для спасателей создадут обстановку с самыми худшими сценариями, которые могут сложиться на территории региона в период весеннего половодия и пожароопасного летнего периода. Учения будут идти три дня. Основная задача – практическая и теоретическая отработка вопросов, связанных с возникновением природных пожаров, а также безаварийного пропуска паводковых вод на территории Самарской области. Более 60 тысяч жителей Самарской области нуждаются в хирургическом лечении тахиаритмии. Ее самое опасное осложнение – инсульт. До настоящего времени операцию проводили под контролем рентгена, и больной получал внушительные дозы облучения. Сегодня региональные кардиохирурги под руководством московского специалиста освоили новые технологии в лечении заболевания. Это быстрее, дешевле и безопаснее. Сюжет Инессы Панченко. Эту уникальную операцию сами кардиохирурги даже операции называют редко. Говорят, больше подойдет слово «процедура». Несколько лет назад о лечении аритмии таким способом могли только мечтать. Никакого скальпеля, больной в сознании, на мониторе трехмерное изображение сердца. Как говорят врачи, эти технологии – своего рода спутниковая навигация в медицине. Три маленьких магнита под столом излучают энергию не больше, чем мобильный телефон. В датчике устроен специальный сенсор. Хирург снимает его сигнал, находит источник аритмии и разрушает ее с помощью специальных технологий. Очаги аритмии можно определить с точностью до десяток долей миллиметра. Основное преимущество данных систем – они позволяют избежать рентгеновского излучения практически полностью, соответственно, обезопасить пациента. Плюс, к тому же, эффективность данных процедур выше, и они безопасны. Безопасность обеспечивают тончайшие катетеры. Они оснащены специальными датчиками, которые позволяют контролировать ход операции. Она длится в среднем полтора часа, и пациентам переносится легко. Как правило, он ничего не ощущает. Может быть небольшое ощущение ломоты, тепла, покалывания. Но это вполне терпимо. Дальше уже в горе глаз смотрим в самый ранний, правильно? Да. Берем. Скорость 400 мм. Берем. Берем. Уже на следующий день после операции пациент может выйти на работу. Новую методику осваивают три самарских специалиста, в том числе внук нашего известного хирурга Виктора Полякова. За два дня прошло уже несколько операций. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События. Куда отправляется состав после того, как высадят пассажиров на перроне? На этот вопрос ответят в музее «От вагона до перроны», который открылся в Самаре. Он находится на закрытой территории вагонного депо, и сегодня там прошла первая экскурсия. Среди первых гостей пока только журналисты. Однако уже в ближайшее время водить экскурсии начнут для школьных групп. Валерия Макарова подробнее. Когда в Самаре только построили вагонное депо, местные называли его просто «паровозный сарай». Сегодня это депо одно из старейших в России. Впервые за долгое время оно открывает двери для гостей. На экскурсии под названием «От вагона до перрона» рассказывают о самых интересных фактах из его истории и тонкостях работы железнодорожника. Прежде чем отправиться на производственные цеха, нам необходимо пройти структаж по технике безопасности. Чтобы уж точно почувствовать себя железнодорожниками, гостям предлагают надеть спецодежду, каску и яркий жилет. В составе первой группы журналисты. Им показывают производственные цеха, вагоны и детали поезда. Самый долгожданный момент – открытие музея от вагона до перрона. В экспозиции – история вагонного депо, разные виды вагонов и униформы проводников. В этом музее можно не только узнать историю вагонного депо, но и просто поностальгировать о прошедших временах. Здесь вы создали то, как выглядит типичное купе советского времени. Так представьте, вы собрали чемодан, взяли путевку на море, зашли в свой вагон и уже вот-вот поезд тронется за окном, мерещатся теплые берега, ну и, конечно, скоро нальют традиционный чай. Вагонное депо редко принимает гостей, а уж тем более в таких количествах, ведь само предприятие закрытое. Информации о работе железнодорожников действительно не так много. Ее дефицит и решили исправить с помощью таких экскурсий. Вот я вот вспоминаю, как я пришел. Очень нравится в поездах ездить. А дети, которые не видят производства, у них кругозор низкий. И мы решили это сделать по одной простой причине, чтобы профориентирование проводить. И чтобы они, посвящаясь это, потом приходили и работали. Вот цепь проекта. Экскурсии на производственные предприятия действительно пользуются наибольшей популярностью. Конечно, все, что связано именно с производством, с тем живым, что мы видим, у детей возникает восторг и интерес этот есть. Пока такие экскурсии проводят только для школьных групп. Для отца они больше трех часов. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Энергию в мирное русло. В Самаре в Российском государственном архиве открылась историко-документальная выставка, посвященная плану единой электрификации страны под руководством Владимира Ленина. С первым инновационным проектом СССР познакомился Андрей Горгуленко. Светом искусственных солнц они зажгли города. План ГЛРО – это единый государственный план по развитию Советского Союза на основе электрификации страны. Благодаря ему сейчас этот сюжет вы смотрите на экранах своих телевизоров или компьютеров, а не читаете в газете. План ГЛРО позволил Советскому Союзу из аграрной страны превратиться в индустриальный центр. И свидетельства этого перехода собраны в одном месте. Это первая в истории России комплексная программа кардинальной перестройки промышленности, транспорта, сельского хозяйства, социально-бутовой и культурной сферы на базе электрификации с целью вывода страны из разрухи. Для тех времен это был необычайный прорыв. Представьте себе, что вы идете по джунглям. Кругом там львы, динозавры, охотники за головами, размалеванные с каменными топорами. И вы выходите на поляну, а там эти самые папуасы строят звездолет. А потом видите, когда этот звездолет действительно взлетает в зенит и там уходит на орбиту. Вот с точки зрения 20-х годов это был такой же прорыв в будущее. Одной из основных идей плана ГОЛРО являлось широкое использование огромных гидроэнергоресурсов страны. На выставке можно ознакомиться с архивными документами, рассказывающими о проектировании строительства гидроэлектростанций, которые работают и по сей день. Проект был успешный, да, и он делался в довольно жестких условиях, еще продолжение гражданской войны в стране разруха. И тем не менее удалось восстановить и построить целую сеть гидроэлектростанций, которые до сих пор обслуживают нашу промышленность и нашу страну. Выставка будет работать до 1 июня ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Заявки на экскурсии по предварительной записи принимаются по телефону 336-24-51. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин, События. С 1 июля коммунальные услуги в области подорожают. Сколько прибавит в цене свет, вода и отопление, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 июля в области подорожают коммунальные услуги. По информации регионального центра общественного контроля ЖКХ, свет станет дороже на 4,6%. Теплоэнергия на 4,3%. Холодная вода на 6%, а водоотведение на 8,8%. 14% работников в Самаре уволили из-за прогулов и проблем с алкоголем, сообщает известный портал по поиску работы. А самая частая официальная причина увольнения – несоответствие должности. Самару признали самым обеспеченным легковыми автомобилями городом-миллионником. По подсчетам агентства «Автостад», машина есть у каждого третьего жителя города. На этом все. Удачи в делах! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ценный приз – работа в престижном адвокатском бюро. Такой шанс студентам упадает раз в год. В Самаре проходит областной конкурс «Юрист будущего». В полуфинале встретились 8 человек. Работу начинающих адвокатов и прокуроров оценила компетентность жюри, куда вошли заместитель прокурора Самарской области, представители адвокатских контор и главный редактор телеканала «Самарагис» Елена Орлова. Журналистское расследование провел Сергей Кизуркин. 50 тысяч рублей – работа в одном из ведущих и престижных адвокатских бюро Самары. Главный приз областного конкурса – «Юрист будущего». За путевку в успешную жизнь в полуфинале боролись 8 студентов из экономического университета, гуманитарной академии и научно-исследовательского университета. Конкурс традиционный. Пятый сезон его организует Самарское адвокатское сообщество. Практикующие юристы в нашем лице могут посмотреть, могут пообщаться с молодым поколением, с поколением тех, кто уже работает, тех, кто только собирается приходить в профессию и при этом обменяться мнением, в общем-то, по тем наболевшим вопросам, которые имеют место быть, потому что те вопросы, которые каждый год задают конкурсантам, они актуальны для того года, когда идет сам конкурс. В полуфинале конкурса претендентов на победу поделили на 4 группы по 2 человека. По жребию каждый отстаивал позицию. За или против – по следующим актуальным темам в Самарском обществе. Всеобщая воинская повинность, платная медицина, кредиты выдают только банки и брак по расчету лучше брака по любви. Анастасия Антошкина и досталась дело врачей. Медицина в Российской Федерации бесплатно сама напоминает умирающего больного, и его надо лечить. А вот как лечить, это я уже расскажу. И на мой взгляд, начать нужно с тех, кто неофициально работает, скрывает свои доходы, не платит налоги. Вот надо перестать лечить их бесплатно, и мы уже сделаем шаг к цивилизованному правовому государству. Финалистами конкурса «Юрист будущего» стали двое студентов, кто получит первый гонорар за работу юриста и место стажера в одной из лучших адвокатских контор Самары, жюри определит в конце мая. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. Ранним утром в аэропорту Курумыч совершил экстренную посадку самолет рейса Домодедова-Фергана. На его борту 37-летней пассажирке из Узбекистана начались роды. Из аэропорта рожница была доставлена в больницу, а самолет вскоре вылетел по своему маршруту. «Жигулевская ГЭС» начнет сбрасывать весенние воды в 20-х числах апреля. В бассейне Куйбышевского водохранилища началось половодье. Как сообщают представители предприятия, за прошедшую неделю боковой приток воды вырос в шесть раз. Станция готова к прохождению большой воды, отмечают представители «Жигулевской ГЭС». Все подготовительные мероприятия к паводку ведутся в строгом соответствии с графиком. В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память героев Великой Отечественной войны, став участником акции «Бессмертный полк». Для этого нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу. Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая с 9 утра в течение часа. Ориентировочно с 10.15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молдогвардейской в одну монолитную колонну. «Бессмертный полк» выйдет на площадь Куйбышев сразу после того, как по ней пройдут воинские расчеты и военная техника. Великой Отечественной войны будут и футболисты команды «Крылья Советов». Они тоже придут с подарками для юного поколения – майками и мячами. К состоянию дворов особое внимание. Во многих районах уже приступили к покраске бордюров и побелке деревьев. Кроме того, для озеленения дворов приготовлены саженцы деревьев и кустарники. Их тоже раздадут бесплатно. Глава Самары Олег Фурсов поручил руководителям районных администраций внимательно подходить к этой работе. Причем выходить на уборку не обязательно только в выходные. С этой недели сотрудники муниципальных предприятий будут наводить чистоту и по вечерам. Добивайте, чтобы двор выглядел так, как должен выглядеть в идеале. Обрезаны ветки, покрашен пабелён бордюр, покрашены мафы, поправлен палисадник, собрана грязь, листва. Вот тогда это работа. Самарские студенты к уборке города тоже приступили. Молодежный совет Ленинского района в полном составе. При этом они еще и позвали своих друзей. Вышел на субботник и навел порядок там, где это необходимо. Вместе с ними на страже чистоты своего района был Андрей Горгуленко. Позови меня с тобой, на субботник рано утром. Я правлюсь за тобой и возьму лопату в руки. Креативный подход даже к субботникам – отличительная черта молодежи Ленинского района. Работают как единый механизм. Распределив обязанности, школьники и студенты веселятся, шутят и убираются. Сплоченные одной идеей – сделать город чище. Нам небезразлична судьба нашего города, чистота его. Мы собрали всех небезразличных, нас здесь очень-очень много. Мы разделились на несколько участков и помогаем облагораживать наш город. На массовый субботник вышел молодежный совет Ленинского района. Помогать позвали своих друзей, одноклассников и одногруппников. На призыв откликнулись почти 100 человек, что приятно удивило членов совета. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. Именно вот с таким лозунгом мы выходим на данный субботник. Привели с собой тех людей, которые с нами учатся, тех же студентов из политеха, из мира, из Айракоса. И показываем ребятам на живом примере, что мы не просто говорим и сидим на свиданиях, а что мы можем работать руками. Молодежный совет при администрации Ленинского района скоро только отметит первую годовщину. Но за это время молодые люди успели провести много акций. К дебютному масштабному субботнику уготовились тщательно. В целом выбрали несколько территорий, которые, по нашему мнению, необходимо благоустроить. То есть выбирали мы не на бум, предварительно мы проехались по родному району, мы посмотрели, где чище, где грязнее и где, соответственно, требуется усиленная уборка, туда мы и выходим. Пока одни красят ограждения и детские площадки, другая группа очищает газоны от листьев, бутылок и фантиков. Но когда территория очищена и все мусорные мешки собраны, есть время и для совместной фотографии. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Слышать сердцем в Самаре началась неделя добра. Школа-интернат для детей с нарушением слуха принимает гостей. Сурдопедагогов, представителей коррекционных школ России, Беларуси, Казахстана, а также Союз женщин России, который и выступил организатором встречи. Как социализировать ребенка с ограниченными возможностями, как помочь ему справиться с трудностями, расскажет Мариана Мирная. Как заплести красивые косы и сделать стрижку, вырезать шишку из моркови и приготовить многослойный витаминный коктейль. Полезным навыком на мастер-классах воспитанников школы-интерната номер 117 обучают студенты колледжа-сервиса технологии дизайна. Ребята с нарушением слуха быстро осваивают новые умения. Да и студентам есть чему у них поучиться. В прошлый раз в качестве волонтера школьник из этого интерната показывал нам обычный перевод обычных слов. Мама, папа, небо, любовь. И может быть потому, что уже на общей волне сегодня разговаривают в прямом смысле слова студенты и школьники. И поэтому понимают друг друга глазами, чувствами, сердцем, просто добром. Инклюзивное образование развивается в Самаре внушительными темпами. На международной конференции собрались представители коррекционных школ России, Беларуси и Казахстана, чтобы поделиться опытом в вопросе социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня общество не готово принять инвалида как равного. Отсюда ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен доказывать свою состоятельность. Но жизнь меняется. Наша Самарская губерния, там и большой пример ситуации. Дети массовой школы уже желают с нами общаться, соревноваться, быть вместе. Таким образом решается эта социальная проблема. На память о дружбе плакат с отпечатками ладоней, который оставили представительницы Союза женщин России. Они уверены, чужих детей не бывает. И если у тебя есть возможность помочь, это обязательно нужно сделать. Баскетполисты Самары Развоевали серебряные медали детской юношеской лиги. В финале горожане в упорной борьбе проиграли столичному ЦСКА. За интригой матча следил Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. В Самаре финишировал финал восьми детской юношеской баскетбольной лиги на паркете МТЛ-Арена. Встретились лучшие команды первенства страны в возрасте до 18 лет. Золотые медали в итоге разыграли сильнейший клуб страны Московский ЦСКА и лидер приволжского баскетбола команда «Самара». Гостем, главным экспертом турнира, стал президент Российской Федерации баскетбола, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады Андрей Кириленко. Мне очень понравилась борьба. Ребята молодцы бились. И уже я вижу 3-4 человека, которые, на мой взгляд, будут претендентами в нашу национальную сборную юношескую. Ребята умеют играть и стараются, бьются, и они активные. Это самое важное в таком возрасте быть активным и агрессивным. Главный поединок первенства страны начался в равной борьбе. А вот вторая четверть осталась за армейским клубом. На большой перерыв «Самара» ушла, уступая сопернику 15 очков. Чтобы обыгрывать ЦСКА, нужно быть на другом психологическом уровне. Нужно ни один турнир провести, ни одну тренировку в таком режиме. В третьей четверти «Самара» вернулась в игру к середине периода. После рывка в 15 очков «Самарцы» практически настигли москвичей. Счет на табло показывал минимальное отставание 36-37. Однако ЦСКА остановил свое падение трехочковыми попаданиями и уверенной игрой под щитом. И даже смог закончить четверть с комфортным преимуществом 46-40. Была прям очень тяжелая игра. Мы старались, мы бились. Мы взяли тайм-аут, вроде как бы собрались и начали опять играть жесткую защиту. И вроде как все получилось. У нас защита, защита хромала. И как бы они делали одно и то же нападение, но одно и то же взаимодействие. А мы на этом прокалывались и все. Они сбивали одни и те же очки и как бы не могли с этим разобраться. Финальная четверть расставила соперников по своим местам. «Самара» не смогла продолжить в том же ритме, что и в третьем периоде забивать голы. А более мастеровитый ЦСКА довел игру до победного конца. Хотя стоит отметить, «Самара» сражалась до последней секунды и даже подарила болельщикам надежду на чудо. Всего минус шесть за минуту до конца матча. Но москвичи своего не упустили. 65-57 итоговый счет. Была очень интересная, красивая, хорошая игра. Была очень серьезная такая интрига. Тогда, когда наши догнали уже во второй половине игры. Но тем не менее, немножко неудачи. И в конечном итоге баскетбол «Самарского» развивается. И я думаю, самые главные победы у нас еще впереди. «Самара» завоевала серебряные медали первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. Этот результат – шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, когда команда стала третьей. Индивидуальные призы получили Дмитрий Гусенков как лучший разыгрывающий и Дмитрий Халдеев – лучший центровой. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. В четверг, 19.30, сразу после вечернего выпуска события, в прямом эфире нашего телеканала выйдет программа с участием главы «Самары». Вопрос Олегу Фурсову можно будет задавать по телефону 202-11-22. Ну а наш выпуск на этом завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова